И открытие нового помника в Гомеле. Парад кадров в Лоеве, автопробег дорога памяти в Добруши, квест гульня дорогами войны в Жлобине, выстава фронтовых листов в Калинковичах. Гомельская область сегодня означает 74-й день перемоги. Об наибольших интересах в материалах наших корреспондентов. Олег Синцеров принял дел в мероприемствах, которые отбились непосредственно в областном центре. Место сбора у денег в Святошенко-6 в Гомеле традиционной площади Площа Повстания. Правда, непосредственно на площади места не хватает. А тому колонны занимаются еще изначально участков уголовной улицы города, Советской. Чем-то, кто приходит с портретами своих родных у денег в Великой Ачиной. Этот проект набыл такую популярность, что теперь его можно назвать всенародным. Сегодня его у денег стали тысячи гомельчан. Отец очень переживал войну. Он горел, поэтому старался быть лаконичным. Страшная война была. Единственное у него выражение. Очень много друзей потерял своих. Поэтому командир экипажа, командировщика Ил-4. Внимал участие в освобождении города Речицы, Речицком района. Под шатилками был ранен. Потом после госпиталя снова в свой гвардейский корпус явился. Освобождал Варшаву. И войну закончил в Берлине. В этом году День перемоги проходит в рамках акции «Беларусь памятая». А это значит, что краина памятая, кали памятая кожная ежихар. Все ли это урочистая шесть оказалась незвучайно массовым. Кали 25 тысяч человек, все рот яких у денеки Великой Ачины и ветераны працы. Представники органов УЛАДы, працовных коллективов и громадских организаций, студенты и школьники. У вогули, дятей и подлетков на сегодняшнем святе был шмат. День перемоги сопрадует добрая махчимость выхавать у их почетё патриотизму и гонору за свою родимую. Так само на властное вочи убажить заправданных ветеранов Великой Ачины, представников поколения, якое вырытывало краину. Миколай Каспирович называя себя безничайником ворожих танков. Вочи были тяжко поранены, каждый навод не верится, что дожил до этого часу. Это пушка, гранаты, контейн молотова. Вот это такие вот у нас были. Ну, главное было танки сжечь и пехоту отсечь. И так вот два года. Почас митингу на мемориале «Вечный огонь» размовав роли Гомеля у Великой Ачины. На початку войны части Червоной Армии и ополченца на протягу маль 50 дней стримливали ворога на Гомельском накерунку. За этот час они знищили больше 80 тысяч гитлеровцев. На жаль, об некоторых сторонках этих героичных дней всё не ведают только историки. Этот дом по улице Советская, 99, историки называют Гомельским домом Паурова. В 19 днём 1941 года у им находились червоные армейцы, которые некольких один срывали передовые части вермахта. Это позволило нашим войскам организовано отвезти на другий берег СОЖа и таким чином подбегнуть с наших страд. Вся рот удельников сегодняшних врачистых сил у Гомеля делегация Совета Старышин автономного территориального утворения Гагаусия. В минулом году гомельский Абл-Ваканкам заключил взаимопогоднение по дружбе и сопротивленности. На передний день делегация наведала некаких знаковых мест, связанных с великой чиной. Сегодня приняла удел у гомельских мероприемствах. Такого масштабного мероприятия, шествия к памятникам местам захоронения наших солдат, погибших в Великой Отечественной войне, мы не видели в Республике Молдова ещё с советских времён. Да, у нас в Гагуизе мы проводим, но не такие масштабные, не такие яркие. Так что спасибо огромное. Открытие новых помников у День Пирамоги у Гомельской в области добрая традиция. Правда, на этот раз непосредственно с периодом Великой Отчины и он не связанный. У сквера Каля-Гомельского Державного и Технического университета им. Павла Сухоха установлены самолёт Су-24. Гэтый бомбардировщик был сконструированный у конструкторским бюро, якой узначалю наш знакомитый земляк. Правда, тады, у 70-х, об его работе ведали не усе. Навод само бюро у документах значылся, як паштовая скрыня 24-81. Сухого, конечно, очень сильные проекты, но эта машина, она была просто революционной. Потому что это первый боевой комплекс. То есть всё, начиная от оптики, навигации, радиосвязи даже, всё это было скомплексировано и математически увязано. И имелась вычислительная машина внутри этого самолёта, достаточно мощная на те времена. По великим рахункам, обновленный сквер, где установленный самолёт, ящедлен подарунок у семудельников Великой Очины, яке воевали за мирное небо, двойчий герой социалистичной працы, лаурат сталинской, ленинской и державной премии, гамильчанин Павел Сухой, так само рабе усёк, не было войны. Самое хаштовное, что есть у любым населенном пункте, яго люди, гамильчанам есть, кем гонориться, из кого брать приклад. Здесь много молодёжи, я хочу вам пожелать, берите пример Сухого. Он любил говорить, что мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самой большой высоты. Берите себе это за жизненное правило, и всё у вас будет в жизни замечательно. И вами будет гордиться гамильчане и наш город. Я всех вас поздравляю с открытием этого монумента и, конечно, поздравляю вас с 74-й годовщиной победы Советского народа в Великой Отечественной войне. С праздником вас! Алексей Тироу, Евгений Макеенко, Кайлерадо компания «Гумель».